преподаватель литературы спрашивает у Волшки, вот если бы ты имел возможность поговорить с любым писателем, живым или мертвым, с кем бы поговорил? Волшки говорит, живым. Успитательница спрашивает у детей, а дети, когда переходите дорогу, какое правило надо соблюдать? Волшки говорит, надо стоять подальше от луж. Волшка приходит в школу распухшей губой. Мария Ивановна спрашивает, Волшка, что случилось с твоей губой? Волшка говорит, мы пошли с отцом на рыбалку и там на мою губу села оса. Мария Ивановна спрашивает, что укусила? Нет, его папа веслом убил. Мама спрашивает у Волшки, а Волшка, ты съела все конфеты? Волшка говорит, это не я, это домовой. Голос из запечки, это наглая ложь. Утеска говорит Волшке, Волшка, запомни, большие женщины созданы для работы. Волшка говорит, а знаешь папа, а маленькие для любви? А нет, маленькие для мелкой работы. Волшка спрашивает у папы, папа, а почему мы все время едим картошку в мундире, а наши соседи едят шашлыки? Папа говорит, ну потому что они лентяи, они не хотят сажать, укусивают, полают, ухаживают за картошкой. Маленький Волшка разобрал домашний телефон. Бабушка спрашивает, а Волшка, что ты там делаешь? Волшка говорит, хочу посмотреть, как там меняется симка. Волшка говорит учителю, Андрей Николаевич, я вчера видел вас с женой в кино. Учитель говорит, а очень хорошая Волшка, только пожалуйста, не говори ей об этом. Вся семья сидит со столом и обедают. Мать говорит Волшке, а Волшка, отдай кост папе, ты же не собака. Маленький Волшка Духа мрах Духа мрах Духа мрах Духа мрах Духа мрах Улыбнулась Улыбнулась Юлдыр Ушта Уш-шшшш Ушта Ушта Бы-бы-бы-бы-мес Бы-бы-бы-бы-мес Канбулай 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 Аром Кашчин Вот когда из интернета можно будет скачать пол-литра, вот тогда можно будет поговорить об интернет-совесимости. А пока что это только фигня. Как твои результаты в стрельбе? Неопределённые. Пока в мишени не нашли ни одного следа от выстрелов. Что-то мне захотелось на природу подышать свежим коньяком и шашлыком. Никому не нужен мой роман. Придётся только читать её дома семье. И большая у тебя семья? Нет, только я и собака. Захотелось спать. Выпил крепкого кофе. Теперь по-прежнему хочется спать, но гораздо энергичнее. Если смотришь в книгу и видишь фигу, значит твою заначку уже нашли. Сегодня ночью не смог уснуть, потому что... Не потому что... Под окнами урали песни. А потому что знал и подпевал. Когда я увидел, на кого она меня променяла, депрессию как рукой сняла. Так тебе и надо. Понял, что надо что-то менять в жизни. Когда мне виноводочному теле сказали... И снова здравствуйте. Заметил, что во время пьянок щетина и ногти растут гораздо быстрее. И это получается, что организм... Начинает понимать, что ты превращаешься в животное. И пытается адаптироваться, отращивая шерсть и когти. Родители подарили четырехлетнему сыну барабан. И только мудрый сосед через неделю пытался спросить... А ты знаешь, что у него внутри? Раньше наш малыш постоянно просыпался мокрым. Мы испробовали все подгузники, не знали, что делать. Но потом мы поняли... Надо починить крышу. Надо запретить рекламу тезодоранта в 72 часа защиты. Потому что есть люди, которые этому верят. И потом они ездят в общественном транспорте. Чтобы быстро разбудить жену. Надо назвать ее ласково чужим именем. Хаишник тормозит пландинку. Дура, куда ты прешь? Не видишь, какой тут знак висит? Пландинка говорит. Круглый? И зачем меня надо было из маршрутки выкинуть? Сидел себе спокойно у окна. Никому не трогал. Сам собой пенопластом по стеклу возюкал. Мне недавно рассказали, что когда пьешь чай, надо ложку из чая вынимать. Мол, неудача в любви будет. Указывается, все это время мне мешала ложка. Дедушка просил пить. 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 Другой ему говорит. Дедушка просил пить. Дедушка просил пить. Другой ему говорит. Дедушка просил пить. Дедушка просил пить. А будут ли разговаривать? Продавец говорит. Молодой человек, меня спросили. Вот я вам скажу. А вы женаты? Молодой человек говорит. Продавец говорит. И вам этого мало? Современной женщине некогда коня на скаку устанавливать, потому что она сама работает как лошадь. Студент сдаёт экзамен. Берём вот эту хренотень, навинчиваем на вот эту мутотень, подсоединяем вон к той хренотени и получаем вот эту херню. Препод берёт защитку и пишет «Зашибись». Судья спрашивает «Подсудимый, узнаёте ли вы человека, который угнал вашу машину?» Путерпевший говорит «Ваша честь, после речи его адвоката я даже не уверен, была ли у меня машина». По вокзалу измученная женщина тащит со своего пьяного мужика. «Петруха, я желаю, чтоб ты сдох со своей водкой. У меня закипают мозги, если как подумаю, как тебя дотащить до дому». Петруха говорит «Моржоня, где мы находимся?» Путерпевший говорит «На вокзале!» «А что мы делаем?» «Возвращаемся из Казани?» «Да, и как там?» «Моржоня, и как там?» «А как там?» «Алло, дорогой, где тебя черти носят?» «Моржоня, дорогая, они знают, куда меня принести». «Моржоня, и как там?» «Детство заканчивается в тот момент, когда мама перестает прятать от тебя конфеты, А папа начинает прятать бухло. Ну ты и ужасно храпаешь. Я не храплю, это мне снятся мотоциклы. Когда мы уехали, уставили нашего изящного кошечку бабушке. Когда приезжаем с мордем, по дому бегает батон с лапами. Бабушка сделала вид, что она тут ни при чем. А что значит шестой разряд у охранника? Это значит, что он уже решает кроссворды из науки и жизни. Мне почему-то все время кажется, что начальник смотрит на меня и думает. Это устройство, безусловно, может работать быстрее. Русское застолье это ящик пива, ящик водки. Полка колбасы и собака. А собака зачем? Но кто-то же должен езть колбасу. В обыске спрашивает у папы. Папа, а как разговаривает змея? Отец смотрит на тёжку и говорит. И что же мы молчим, Мартирона Мартыновна? Ребенок же интересуется. Эй, соседка, я пришел отдать тебе огурец, который занимал позавчера. Так ты же два огурца занимал. Ну извини, обситался. Поймал золотую рыбку. Уна внимательно меня выслушала и сказала. Жар. Не отрицай, я своими собственными глазами видела. Как ты целовался с нашей новой постельёнкой? Извини меня, дорогая. Я думаю, что это прежнее. Пришел к выводу, что пора связываться с интернетом. Сегодня утром пытался набрать пароль на микроволновке. Мартирона, ты не поверишь. У меня после свадьбы начались проблемы со зрением. Какие именно? Я денег не вижу. Подписываются. А ты высыпаешься по ночам? Куда высыпаюсь? Ясно. Жена разгадывает кроссворд. Мужчина, пытающаяся вступить в брак. Мужчиха говорит, идиот. А вот почему после того, как хорошенько покушаешь, хочется спать? Потому что полный живот тянет кожу и глаза закрываются. Ребёнок поздравляет бабушку с днём рождения. Бабушка, поздравляю тебя с днём рождения. И наступает пауза. Бабушка подсказывает. И желаешь? Желаю больше с сухариками. Приготовишь? Ты ничего не заметил? Прическу новую сделала? Нет. Халат новый купила? Нет. А что, похудела что ли? Ты забыл поздравить меня с днём рождения? И я за это с тобой неделю не разговаривала. Малибанна говорит. Духочка, твоё сочинение про кошку дословно совпадает с сочинением твоего брата. Духа говорит. Малибанна, у нас в том всего одна кошка. Петруха, скажи мне, вот почему ты всё время отдыхаешь именно в Сочи? Ну скажи, у меня там сколько друзей. Лена Иванова, Нина Пердрова, Светлана Сидорова. Хорошо тебе, Петруха. Ну, я скажу, примерно столько же врагов. Витя Иванов, Петя Пердров, Алёша Сидоров. Новости науки. В Индонезии в возрасте 146 лет умер Бго Мхако. Человек с самой большой отпиской в паспорте. Вот я не пойму, ты где? Дома или на работе живёшь? Я и сам не пойму. Говорят, что о том, у человека там, где зарядник от мобильника. Так я его всегда с собой ношу. Всё ясно с тобой, помнишь? Учёные обнаружили, что гобзавры были разумными существами. Вели сельское хозяйство, свою письменность, науку, искусство. Даже нашли рукопись одного из выступлений, одного спикера на гобзавровском ООН. Он говорил, я вам говорил, что наши эксперименты, генетические эксперименты с млекопитающими нас до добра не ведут. Пьяный петуха, покачиваясь, никак не может попасть ключом за мощную скважину. Мимо проходит гобзавр. Он спрашивает, помочь? Петуху говорит, да, потом подержи. Гобзавр говорит начальнику. Я думаю, нам стоит отказаться от тестирования нашей продукции на животных. Начальник говорит. Остальные же фабрики, например, шампуня, тоже проверяют на животных. Гобзавр говорит. Да, но мы производим молотки. Слушай, нам уже по 30 лет. Надо задуматься о будущем. Ведь есть цели, которые потом сложно достичь. Гобзавр говорит. Предлагаешь минералку на утро сразу купить? Сморзон говорит. Да. Гобзавр говорит. Слушай, вот и кошатница с большим стажем. Посоветую, чтоб делать. Когда я прихожу на кухню, каждый раз кошка прибегает и орёт страшным голосом. Сморзон говорит. Это потому, что ты ассоцируешься у неё с едой. Это надо сломать. Ты должен ассоциироваться у неё с примитивной летящим тапком или прилетающей с небес с мокрой драпкой. Подписываемся. Любители смотреть и слушают анекдоты. Приглашаем на канал. Анекдоты с петухой. Ссылка будет внизу под видео. Двое англичан стояли на мосту. В это время со стороны реки слышится голос. Помогите! Я не умею плавать! Один англичан спрашивает. Джордж, вы умеете плавать? Джордж отвечает. К сожалению, нет. Первый говорит. Ну, я тоже... Ну, мы же не кричим об этом на всю Лондон. Приходит прихожанка в церковь и говорит. Отче, я нахожусь во власти страшного греха. И ничего не смогу с этим поделать. Священник говорит. А в чём проблема, дочь моя? Прихожанка говорит. Каждое утро, когда я подхожу к зеркалу, я начинаю любоваться своей неземной красотой. И ничего с этим не могу делать. Священник говорит. Да, дочь моя, это же не грех. Это только заблуждение. Звонит бабуля в службу спасения. Алло! У меня кошечка на дереве состреляла. Вы бы не могли его снять? Пабылка, не беспокойтесь. Проголодается, сама слезет. А если не сможет, с голоду помлет. Пабылка, вы когда-нибудь видели на дереве скелет кошки? Судья спрашивает у подсудимого. У вас зарплата 15 тысяч рублей. А дом вы построили за 50 миллионов. Как вы это можете объяснить? Подсудимый говорит. Ну, дайте время подумать. Судья говорит. Семь лет хватит? Дочь звонит матери. Алло, мама. Этот неблагодарный муж опять не хочет есть гречку. Мама говорит. А ты объясни ей. Как ты старалась, когда ее варила? Дочь говорит. Опаньки. Ее что, варить надо? Мужик спрашивает в магазине. У вас не найдется маленькие акулы. Продолжение говорит. Для чего она вам? Мужик говорит. Хочу проучить своего кота. Он уже пятый раз сжал рыбок в аквариуме. Скажи, а какой супер силой ты хотел бы обладать? Устанавливать время. А потом бы что делал? Спал бы. Вот я был три раза женат. И теперь точно знаю, что всем бабам нужно. Ну и что им нужно? Мужика нормального. Спать хочется. Следующей жизни выспимся. Ты прошлой жизни так говорил. Петуха, ты даже кроссворды раскатывать не умеешь. Ответы в гугле ищешь. Это неправда. Я пользуюсь Яндексом. Петуха, что у вас происходит? Твоя теща уже третий раз за месяц утравилась клевами. А, это у нее склероз. Она готовит для меня и потом сама пробует. Матрона дорогая, я сегодня всю ночь плохо спал. Петуха, а что ты вообще умеешь хорошо делать? Люблю возить мужа на машине. Урёт, матерится. Руками размахивает. Он эмоции через край. Зато дома сидит тихо, волчит. Радуется, что домой вернулся. Сегодня муж уехал в командировку. С вечера приготовил сумку. Утром застегнул и уехал. Через пять минут вернулся. Он молча вышвырнул оттуда кота. И снова уехал. Утром подошла к окну и увидела надпись. Таня, выходи за меня замуж. Я так обрадовалась, что забыла, что я Мадонна. Вот объясни мне, почему вы, мужчины, редко дарите девушкам цветы? Ну так вы же нам вообще пива не дарите. А ты вообще гуляешь? Ну, я... А с работы и на работу считается? Планшишет был запретен для того, чтобы люди наконец-то перестали сидеть в интернете и начали там лежать. Ну, что за люди, а? Зашел в гости чаю попить. На третий день чувствую. Не очень-то мне здесь и рады. Если потерялся в лесу, начни слух говорить о политике. Обязательно найдется кто-нибудь, чтобы с тобой поспорить. Новый русский звонит в театр. Братки сказали, что у вас есть забойная пьеса. Мне, пожалуйста, два билета в натуре спрашивают. Вам на роме вот и Джульетту? Новый русский говорит. Мне, на меня и на моё горло. Идет суд об убийстве человека. Но труп не найден. И подсудимому грозит смертная казнь. Адвокат, израсходовав все аргументы, говорит. В моей коллекции есть сильное заявление. Пропавший жив. Я его нашел. И он сейчас зайдет в эту дверь. Все повернули голову и ждут. Но никто не входит. Адвокат говорит. Это, конечно, неправда. Но все мы допускаем, что пропавший жив. Потому что все смотрели в сторону двери. Суд удаляется на совещании. После перерыва суд объявляет. Подсудимому смертную казнь. Адвокат возмущается. Как? Вы же все повернули в голову. Допустили, что пропавший жив. Судья говорит. Мы-то повернули. А обвиняемый не повернул. На моих глазах как-то две девушки пытались затаскивать кавказцев в машину. Они такие худенькие, а он здоровый. Они мне сказали. Помоги, пожалуйста. Надо собаку отвезти к ветеринару. Блондинка на приеме у врача. Доктор, помогите, пожалуйста. У меня такое явление. Хочу ходить по магазинам, ресторанам и покупать все, что мне хочется. Доктор говорит. Ну, это у вас пройдет. Это просто у вас зарплата пока. Кончится. Реально начать день с улыбки. И это проснуться в одну минуту первой ночи от будильника. Чироко улыбнуться и спать дальше. Кто-то написал на асфальте возле многоэтажки. Позвони мне, пожалуйста. Когда твой уйдет на работу. Тогда многие остались мужики дома. Были отремонтированы утюги, прибиты полочки и сделаны с детьми уроки. Российский футболист пригласил к себе домой журналистов. Вот смотрите. Хладильник, микроволновка, электрогриль, телек, стиральная машина, музыкальный центр. А вы говорите, что мне техники не хватает. Интересно, вот когда повар жарит мясо, смотришь на это, и у тебя полный рот слюней. А у вегетарианцев тоже так же, как будто кто-то рядом газон косит. Женщина работала в хозяйственном магазине. Однажды ему позвонил отец и сказал, чтобы привез ключ на 13. Но она выписала по внутреннему счету, положила в сумочку и опять благополучно набыла. Однажды она ехала в такси, и таксист несколько раз выходил, подтягивал, болт, болт, болт. И потом шутку у нее спросил. Девушка, а у вас есть ключ на 13? Она вытащила ключ на 13 и ему отдала. После этого таксист ехал молча и смотрел только на дворники. Что тебя не устраивает в одноклассниках? Да то, что из гостей прихожу холодная и трезвая. Ты почему пищишь после того, как пьешь таблетки? Так в инструкции же написано, после приема пищи. Приема пищи. Надо завязывать с интернетом, подумала я. После того, как Коле, мой сын ответил на вопрос о том, какой гобб у твоей мамы. Он ответил, пишет статус и в одноклассниках держит. Утром надо быть особенно осторожным. Одно неловкое движение, и ты снова спишь. У материи муж не пьет, не бьет, не врет и не гуляет. Да уж, совсем всем обленился. Месяц назад устроилась работать в детсад воспитательницей. Сегодня на автомате, в маршрутке, управила сползающиеся брюки какому-то парню. Ехал сегодня в такси. Удитель был в прекрасном настроении. Он говорит, люблю свою работу, никто мне не указ. А я ему говорю, здесь налево. Спылила. Теперь сижу, молчу, жду, пока пыль усядет. Спросил у тайца, который продавал жареных кусничков, как они это едят. Он сказал, что они вообще не едят. Их едят туристы. Сам он наворачивал рис из миски. Позвонила мужу, спрашиваю, ты меня сильно любишь? Отмечает, покупай. Вот что значит настоящее супружеское взаимопонимание. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сидят муж с женой на даче на веранде. Погода чудесная. Солнышко птички. Муж спокойно наливает холодное пиво в запутевший бокал и наслаждением выпивает. Потом выпивает второй бокал, третий. Потом подходит на балкон, смотрит с охмелевшим взглядом вдаль и говорит, как же я тебя все-таки люблю. Жена покрытливым голосом спрашивает, это кто говорит, ты или пиво? Муж недоумение смотрит на него и говорит, вообще-то я с пивом разговариваю. Позови меня с собой, я приду сквозные ночи, я отправлюсь за тобой. Но только не сегодня. Но сегодня там никак не получается. Ну, давай там на связи будем. Экскурсовод зоопарка около бульера с пандой говорит колесом Дроздова. Мы подошли к бульеру с пандой. Смотрите, какие у него черные круги под глазами. Как будто он говорит нам, не бухайте. Убед в интернет-отделе. А у кого есть нож? Я взял с собой исходники для салата. Он говорит, Мартёны, это называется овощи. Быстрее всех эволюционируют сантехники. Каждый приходящий сантехник умнее предыдущего. Каждый раз звучит вопрос, какой тупица вам это сделал? Пожилой израильтянин отказывается спускаться в бомбоубежище, пока не найдет свои зубные протезы. Иди нет, кричит ему жена. Ты шо думаешь? Они будут на нас спрашивать, петерброды? Ходит новый русский по рынку. И смотрит, один дед продает что-то завернутое. Новый русский спрашивает, а это что у тебя? Дед говорит, а перфоратор? А ну покажи. Дед открывает, смотрит, а там автомат Калашникова. Новый русский говорит, так это же у тебя не перфоратор. Дед говорит, а не знаю, не знаю, тырки отлично делает. Из смс сообщения. Ты где? Друзья мои на даче. Будем штыки делаем. Будем сейчас выпивать. Следующее сообщение через 10 минут. Только там не напивайся. Вот это. Ну, неужели нельзя было написать чуть пораньше? Столовый. А суп есть? А есть один. Какой? А гороховый рассольник? Так это же два супа. А теперь один. Нам кастрюля нужна была. Человек может перенести, как муравей, 20 раз больше собственного веса. Но за несколько раз. И при этом страшно матюка вес. В детской комнате жена кормит малыша грудью. На кухне сидят тест, муж и племянник. Муж спрашивает. А что там матрёна делает? Племянник говорит. Поставил малого на зарядку? Две бабульки сидят на лавочке. Одна говорит. Я от воров радио включенным оставляю. Другая говорит. А я оставляю на второй деревянной двери записку. А петуха? Смеи разбежались. Я не успел собрать. Собери, пожалуйста. Прежде чем взять кредит, приобретите себе шикарные трусы. Возможно, это всё, в чём вы останетесь. Сдишься на неё, стараешься делать максимально злое лицо. О, она ляпнет что-нибудь смешное. Вся твоя актёрская игра на смарку. Запись в детской амбулаторной книжке. А плохо произносит слово папа и мама. Зато отчётливо матерится при падении со стула. Жениться надо только по любви, чтобы на старости смотреть на неё и думать. Блин-блин, я же люблю эту старую клюшку. Любителей юмора и танцевальной музыки приглашаем на канал анекдотов. Ссылка в описании. Если вы подозреваете, что за вами кто-то следит, то зевните. Если он следит, то тоже зевнёт. Доктор мне настоятельно посоветовал морской воздух. Посмотрев кошелёк, я повесил на вентилятор мою. Похудел, как дурак, к лету, а теперь вот ходи, не лето, не жирка, чтоб согреться. Был в семье один человек, я успевал, всем помогал, еду готовил. Это бабулька. И вот купили ей ноутбук и всё, потеряли человека. Жена говорит мужу, блин, забыл хлеба купить, сходишь. Через 10 минут муж возвращается с батоном и с бутылкой водки. И говорит, ты не поверишь, у них опять не было сдачи. Группу профессоров и инженеров решили пригласить полетать на самолёте. И им объявили, что самолёт построен их учениками. Услышав это, профессора ломанулись сразу на утёк из самолёта. Остался лишь один профессор. Его спрашивают, а вы почему остались? Он говорит, да я знаю своих учеников. Знаю их знания и уверен, что этот кусок железа даже не заведётся. Нашёл красную статью. Как перестать откладывать тела на завтра. Завтра почитаю. Ну, может быть, послезавтра. Ну, по крайней мере, может быть, возможно, на следующей неделе. Жена говорит засыпающему мужу-админу. Что-то стало прохладно, я закрою окно. Муж сквозь сон. Не закрывай, просто сверни его. Любители юмора и танцевальной музыки приглашаем на канал анекдотов. Ссылка в описании. Что за манера у мужчин нам всё портит? На целый день жала с бунка, чтобы не поднимать трубку. А он взял и СМС отправил. А то свадьбе говоришь, что готов умереть ради меня. А, ну ладно, дай сюда свои котлеты. Вот бывает так. Всё у тебя хорошо. А потом встречаешь его. И всё, понеслось. Ноги брей, губы красть. Кого обидел, простите. Кого не успел, прошу подождать. Сегодня коллега пришла на работу с утюгом. Остальные сотрудники странно посмотревали на неё. Но она сказала, зато я точно знаю, что я её выключила. Последние слова, которые терминатор услышал в России. Ну ни хрена себе, здесь меди килограмма 50. Даже не знаю, что ей надеть. Одень, то в чём тебе удобно. Да, но я не привыкла ходить в одеяле. А что это у вас так холодно в мае? Да у нас всегда так, когда черемху цветёт. А на хрена вы её сажаете? Можно ли купаться в этом месте? Не советую, в этом месте водятся крокодилы. А там, где на море попадает. Там можно, там всех крокодилов съели акулы. Женщины, это шея, а мужчины, голова. Куда поворачивается шея, туда и повернётся голова. Согласен, но правда, куда поворачивается шея, решает именно голова. Муж решил со мной развестись. Привёз вещи моим родителям. А там висит записка. А пердуха, будь мужиком, пошалей нас стариков. Дорогая, что ты делаешь? Видеть от своего брака читают. Зачем? А срокодности ищу. А почему эта моя кошечка купила две пары таких дорогих сапожечек вместо одной? Ну как это почему, мой пупсик? Я же кошечки, а у кошечки четыре лапочки. Мой сегодня топлив такой. Выпустил меня с подругами погулять под расписку у него выпивки. Вы с нашим котом в одном баре были? А что? Есть подозрение, что он тоже бухает. Пришёл только сюда, на Урал. Выпил воды и пошёл спать. Петуха, тоже голова, вам обходится урок и мартона на фортепиано. Совсем наоборот. Они помогли мне за полцены купить соседнюю квартиру. Полицейский допрашивает свидетеля вооружённого убийства. Совершённого среднего дня. Он спрашивает у свидетеля. Когда вы услышали первый выстрел, на каком расстоянии вы были? Свидетель говорит. Ну, наверное, метров 25. А второй? Ну, когда второй, я уже, наверное, был метров 300. Девушки, которым в детстве не покупали раскраски, теперь ходят с нарисованными бровями. Машиной собачий хвост. Петуха, вы можете мне заменить покурсатель? Маджона, у вас же есть гобзавр, пусть он починит. Ему нельзя, его можно убить током. Маджона, появилась новая жвачка для похудения. Да, как она действует? Челюсти склеивает. Сегодня на кухню поставили новую раковину. А старая чем не угодила? Старая слишком маленькая, чтобы пчаник воды набрать, приходилось всю посуду перемыть. В магазине. Извините, у нас нет сдачи. Пожалуйста, возьмите 5 жвачек с лунтиком. А что я вам, ребёнок что ли? Дайте с фиксиками. Принесли мою распечатку на зарплату. В конце вместо и того написано и кого. И главное, судя по сумме, всё правильно. Работаю оператором зотовой связи. Однажды звонит мне гость из ближайшего будущего. Спрашивает команды о подключении услуги. Я говорю, я объясняю, звёздочка, решётка, бла-бла-бла-бла-бла, решётка, солёная трубка. И он задаёт мне вопрос, от которого меня всем офисом потом вытаскивали из-под стола. Он спрашивает, а зёрчичка, это мухнатый, точка, да? О том, что выглядишь на 17 лет, приятнее слышать лет 40, а не в 25, когда пухло, без документов не продают, а паспорта с собой нету. Сходил к отталке за 20 баксов. Нагадала, что сегодня в семье будет скандал. Пришёл домой, тишина. Упозвал чёжчу дурой. Не пропадать же до посадки. За минувшие сутки никто не убит, не застрелен, ничего не взорвано, ни один самолёт не упал, ни один корабль не утонул, происшествий не было. Редакция НТВ просит извинений у своих зрителей. Любителей юмора и танцевальной музыки приглашаем на канал анекдотов. Ссылка в описании. Вчера то ли водка была палёная, то ли закуска хреновая. Точно, закуска была плохая. Мне этот взгляд у селёгки сразу не понравился. Слушай, ты когда мне собираешься толку давать? Какой долг? Ну какой, какой. Ой, пчёлы на моём огуроте мёд собирают, а я мёда не вижу? Ладно, скажу им, чтобы тебя не собирали. Собирай сама. Какие же некоторые крутые в интернетах? А в реальной жизни жалки дальше некуда? Неправда. Некоторые даже в интернете очень жалкие. Хочу себе двойника. Ты думаешь, твой двойник будет за тебя ходить на работу? Вы же будете в твоём пьяной валяться и кричать. Хочу тройника. Привет. Да. Надо отвечать. Привет. Маня меня. Потому что ты добрая. А дети это чувствуют. У меня для тебя есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. С какой начать? Всё равно. Я ухожу от тебя. А плохая? Слыхала? Мардона на старости лет компьютером занялась. Так ведь коды уже не те. Нет сил целый день по району шастать сплетни разносить. А так с утра в твиттере все сплетни записала и можно спокойно отдохнуть. Муж на днях смесарил, что я не разнообразно готовлю. Позавчера готовила спагетти. Вчера рожки. Сегодня ракушки. А завтра планирую вермишель. Оборзал совсем. Вот посажу для одного дни макароны. Телефор тихо. Телефор тихо. тихо. Пошли, пошли. Я хочу, не хочу. Дима dBi. Quayв Wats Вставай быстрей, сколько работы, сколько можно спать Когда дедушка задул, девяносто пять свечей С первого же раза, внуки сразу усекли Трешка в чем-то, чем боксар, светит им не скоро Кто-нибудь подскажет, по какой посуде И каким предметом нужно постучать Чтобы мистер Поппер помогать пришел Когда глупости творю, вспоминаю тех людей Что берут кредит на свадьбу, становится легче Говорят, что джентльменов больше нет Я недавно джентльмена видел Он над женой держал раскрытый зонтик Пока жена меняла колесо Наркоманы вышли из машины И один другому говорит То леса у нас с тобой спустилась То раздела удивленный вид Неужели полностью спустилась? Нет пока случилось, только снизу Именник дул на свете Перегар был очень сильный И поэтому тот праздник превратился в фаер-шоу А Вовушка сегодня ходил на экзамен Отличный зал испанский, но мы французский учим А Вовушка случайно не тот учебник взял Вчера он перепутал в кромешной темноте Чувак, я очень нервный Поэтому у нас посуда из пластмассы И телефон дешевый Петуха говорит Каишник совсем обнаглели Вчера штрафовал на 500 долларов Сергей Дружков спрашивает За что? Петуха говорит Говорит, что на подушке безопасности Навалочки грязные Сергей Дружков покупает сигареты Подавщица им говорит Покажите паспорт Сергей Дружко не растерялся и говорит Это я не себе, это папа попросил Сергей Дружко купил новый холодильник А старый выставил возле входа И написал Кому нужен холодильник, забирайте его бесплатно Четыре дня холодильник стоял Ему это надоело и он написал Продается холодильник, тысяча рублей На следующее утро холодильника уже не было Петуха говорит Понимаешь, мне тяжело спать на левом боку Сергей Дружко спрашивает А ты не пробовал повернуть на правый бок? Петуха говорит Пробовал Ну и тогда я не слышу, о чем говорят соседи Петуху говорит Сергей Дружко Ты не поверишь, лишь, лишь Моя жена заикается Сергей Дружко спрашивает Что, со временем? Петуха говорит Да нет, только когда говорит Сергей Дружко спрашивает А ты знаешь, что алкоголь и сигареты Тебя медленно убивают? Петуха говорит А я никуда не тороплюсь Петуха говорит У меня что-то в последнее время в голове Что-то не в порядке Сергей Дружко спрашивает А что такое? Петуха говорит Когда долго слушаю жену Начинает казаться, что она права Петуха говорит По-моему, у меня лишний вес Сергей Дружко спрашивает А почему вы пришли к такому выводу? Петуха говорит Понимаете, я купил ковырящие весы Сергей Дружко спрашивает И что они тебе сказали? Петуха говорит Они сказали, что давайте по одному Сергей Дружко спрашивает у Петухи Ты что, совсем без царя в голове? Петуха говорит Не правда? У меня там конституционная монархия Сергей Дружко спрашивает Это как? Петуха говорит Царь вроде бы есть Но реальная власть у тараканов Сергей Дружко спрашивает у Матроны А как у тебя дела обстоят с твоим женихом? Матрона говорит Да, отлично Только есть, не большие, разногласия Сергей Дружко говорит Какие? Да, я хочу быть на свадьбе В длинном белом платье Сергей Дружко спрашивает А он? Матрона говорит А он вообще не хочет жениться Сергей Дружко спрашивает у Петухи Отметил день рождения? Петуха отвечает Отметил Особенно тех, кто забыл меня поздравить Сергей Дружко спрашивает у Петухи Что ты делаешь? После того, как утром просыпаешься Петуха говорит Объедаю Сергей Дружко спрашивает у Петухи А какого ваше жизненное кредо? Петуха говорит Парабанщик Сергей Дружко спрашивает Вы музыкант? Петуха говорит Конечно Присылай фотографию Петуха говорит Я свою свадьбу помню Как будто вчера Сергей Дружко спрашивает А когда у тебя была свадьба? Петуха говорит Вчера Петуха говорит Ты вот так Я послушиваю чужие разговоры И знаете что? Сергей Дружко спрашивает Ты что? Ты не поверишь Люди ни о чем не разговаривают Инспектор устанавливает Машину Хованского Хованский говорит Ну не мог я превысить скорость Инспектор говорит Это почему же? Ну як же Че ж че еду? Уперешний спрашивает у Дружко Почему вы берете на работу Только женатых? Дружко говорит Потому что Они привыкли к оскорблениям И не торопятся домой Нарин спрашивает у Соболева Вы видели праздник фонтанов в Дубае? Соболев отвечает Ничего особенного Шалкая попытка переплюнуть тень десантника Судья хахалево спрашивает у Симонова С чего вы взяли, что свидетель был в нетрезвом состоянии? Симонов отвечает Он зашел в телефонную будку Пробыл там полчаса И вышел материал, что лифт не работает Дед Петруха и Ивангай едут в одном поезде Дед Петруха спит на верхней полке Ивангай на нижнем И вдруг среди ночи Дед Петруха падает Ивангай посыпается и спрашивает Что случилось? Дед Петруха говорит Да, сон приснился Ивангай спрашивает Какой сон? Дед Петруха говорит Да, приснился Три дня спирс Ивангай спрашивает А что такое? Дед Петруха говорит Да, попросил продвинуться Наша матрена, бармен, авторитетно заявила Что самая вредная еда это чай К нему всегда находятся пряники, торты, колбаса Дед Петруха пришел к доктору-хирургу Доктор-хирургу говорит Что с вами случилось? Дед Петруха говорит А доктор-хирург, я не могу заснуть Доктор-хирург отвечает А вы считаете ночью перед сном баранов? Дед Петруха говорит Я пробовал Сначала я считаю баранов Потом гружу их в машину и еду продавать А потом всю ночь переживаю, что продешевил Если боссать букет невесты, сделанный из кактусов То сразу станет понятно, кто действительно хочет замуж Отдыхая на природе, наблюдал за муравейником В течение трех дней ни планеров, ни совещаний И самое главное, все работают Горды подумали попугаи, глядя на ворон Ему подумали вороны, глядя на попугаев Кобзавр спрашивает Что нужно иметь, чтобы на твоей свадьбе пели бобзон и басков Дед Петруха отвечает Два миллиона долларов Кобзавр отвечает Это вторично Прежде всего, надо иметь дурной вкус Сын нового русского спрашивает у отца Папа, а ты боишься полка? Отец говорит Нет, не боюсь А медведя? Отец говорит Нет, не боюсь Сын спрашивает Да, указывается, что ты боишься только маму Подписывайся